Ульяновская область является единственным регионом страны, где один раз проводился всероссийский сельский Сабантуй и два раза федеральный. 17-18 июня Ульянов встречает гостей в третий раз на федеральный Сабантуй. А статус федерального Сабантуй, конечно же, придаёт национально-культурное участие наших делегаций из регионов Российской Федерации. На сегодняшний день это 65 регионов Российской Федерации, это представители Татарской общественной организации национально-культурных автономий. Денис Шакиров представил символ федерального Сабантуя бронзового крылатого коня Тул Парад, олицетворяющего волю к победе символ силы и творческого созидания. Он был передан Ульяновской области в прошлом году на празднование Сабантуя в Нижневартовске. Уникальный символ, который уже на протяжении 22 лет мы проводим уже, этот федеральный Сабантуй, Тул Парад, он, вся специфика в том, здесь вообще этапы становления Сабантуев, как история Сабантуя. И вот карлатый конь, когда он возвышается, и сам символ нашего именно Сабантуя, Тул Парад, я даже его бы не переводил. Руководитель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин отметил, что Сабантуй очень важный для Татар праздник. В этом году он посвящен трем датам. Первая дата – тысячестолетие принятия исламы в Овске, Булгарии. Вторая дата – это у нас 300-летие издания первой печатной книги. Вот до этого у нас были рукописные книги. Вот 300 лет назад первая была издана печатная книга на татарском языке, на арабской графике, на нефист Петра I. Это книга была издана в Астрахани. И третья дата, которая относится и к ульянцам, и к жителям Всероссии, наверное, это столетие СССР. Кульминацией федерального Сабантуя станет борьба Карэш. В Ульянов съезжаются борцы из Татарстана, Ханты-Мансийска, Мариэл и других регионов. Ульяновская область, как принимающая сторона, выставляет две команды. Если 65 регионов участвуют на нашем мероприятии, из них половина, где-то 30-35 регионов будут представлять борцами. Будут представлены борцами. Есть очень серьезные борцы, сильные борцы, которые будут бороться за абсолютного батыра нашего Сабантуя. Сильнейший абсолютный батыр получат в качестве приза не только традиционного барана, но и подарок от президента республики Татарстан Рустама Миниханова – легковой автомобиль «Лада Гранта». Вступительную театрализованную часть торжественной части Сабантуя готовит команда из Нижнекамска. Как сказал один из организаторов, программа готовилась полгода. Наши лучшие театры города Нижнекамска представят в татарском подворье, или нашу познакомого поэма, называется «Татарская наша деревенька». Там будет показано все, чем отличался татарский народ от других народов. То есть вся та деревенская жизнь, начиная от ложки, заканчивая костюмами и так далее, все это будет представлено для наших уважаемых ульянцев. К Сабантую принарядился и сам ипподром. По словам директора ипподрома Натальи Конаковой, изменения на нем произошли колоссальные. Исполнилась в первую очередь мечта всех конников в Ульяновском. Отреставрировали беговую дорожку. Теперь на ней можно проводить не только бега, но и тренинг лошадей. Обновили старые конюшни 1948 года постройки. Сейчас это новое здание с большими денеками, комфортным содержанием лошадей. По мнению директора ипподрома, это огромный толчок для развития всего конозаводства и конного спорта региона. Посмотреть на нашу трибуну, которая 20 лет стояла, не использовалась никак. Сейчас это полноценное здание, в котором планируется открыть иконно-спортивную школу. Сейчас у нас занимаются ребятишки, но не хватает теоретических занятий. Сейчас мы в этой трибуне все это будем проводить. Кроме того, на праздники ульяновцы и гости города смогут увидеть настоящее татарское подворье, татарскую баню, дом во всем его национальном колорите. Конечно, на праздники можно будет попробовать все национальные татарские блюда, такие как сладкий чак-чак, ароматный плов, пироги с разными начинками.